Привет друзья! Вот и подходит к концу этот год, который был для всех нас непростым и полным испытаний. Но несмотря на все трудности, мы можем найти множество позитивных моментов, которыми стоит поделиться. В этом видео мы поговорим о том, как даже в трудные времена можно находить поводы для радости учиться и расти. Давайте вместе вспомним все хорошее, что произошло с нами в этом году и посмотрим в будущее с оптимизмом и надеждой на лучшее. Ведь именно позитивные итоги года помогают нам двигаться вперед и преодолевать любые препятствия. Итак, присоединяйтесь к нам и давайте вместе вспомним о всех тех замечательных вещах, которые случились с нами, несмотря ни на что. Индия – страна с самым большим населением. В 2023 году Индия обошла Китай. Страну сегодня населяет 1 из 43 миллиарда людей. Демографические прогнозы также играют в пользу Индии. Ее население, скорее всего, будет расти, а население Китая продолжит сокращаться и стареть. Показатели демографии имеют принципиальное приложение и для экономической сферы. Растущее молодое население в качестве рабочей силы создает условия для стремительного экономического роста. Новый статус Индии – потенциал для перемен в балансе сил в Азии. Потенциал и риски искусственного интеллекта Рост и внимание к искусственному интеллекту в прошедшем году обострил дискуссию вокруг перспектив применения соответствующих технологий. С одной стороны, искусственный интеллект позволяет ускорять деятельность человека в разных сферах – от дизайна до медицины. С другой – технологии развиваются настолько быстро, что ни общество, ни правительство не успевают вырабатывать механизмы митигации потенциальных рисков, таких как массовая безработица или усиление социального неравенства. 2023 – самый жаркий год. Температура во всем мире не была такой высокой на протяжении 125 тысяч лет. Климатические изменения ведут к стихийным бедствиям, лесным пожарам, экстремальным засухам и наводнениям. Несмотря на рост внимания к зеленой политике, темпы производства ископаемого топлива и уровень выбросов в атмосферу продолжают расти. Человечество, возможно, упустило свой шанс избежать катастрофического изменения климата, отмечают ученые. Качественный рост и успех отечественных киностудий и игроделов. Прокат «Чебурашки» – безусловно, один из самых главных успехов 2023 года. Семейный блокбастер не только стал самым кассовым релизом года, но также оказался абсолютным лидером за всю историю российского кинопроката. За время работы в кинотеатрах «Чебурашке» удалось собрать 6,7 миллиарда рублей, обойдя первый «Аватар», «Халопа» и других рекордсменов минувших лет. Атомик Харт. Шутер про альтернативный СССР 1950-х годов с боевыми роботами и чудесами инженерии стал большим хитом на территории России и был хорошо принят за рубежом. На «Метакритик» у него был средний балл 75 из 100 – отличный показатель для дебюта. Он также вышел на подписочном сервисе Microsoft Game Pass, а международный издатель Focus Entertainment продажами остался доволен, хотя и не раскрыл конкретные цифры. Игра разошлась на мемы и фан-арты благодаря роботам-близняшкам. В печать вышел роман-приквел «Атомик Харт. Предыстория предприятия 3826». Кстати, кроме стандартной версии, есть двоичное издание для роботов. Среди подтверждений хитовости – дикая популярность саундтрека на Яндекс.Музыке и других платформах. Композиции несколько недель висели в различных топах. Попадание в топ-10 самых обсуждаемых игр по версии Google и даже пятое место по запросам на сайтах для взрослых в категории видеоигры. В общем, «Атомик Харт» оказалась удачным стартом новой франшизы и самым громким русскоязычным событием года среди видеоигр. Триумф российского стриминга «Слово пацана. Кровь на асфальте» создавали стриминговые сервисы «Винг» и «Старт», а режиссером стал Шора Крыжовников. Он снимал сериалы «Кухни и Фишер». Его новый проект не стал исключением. Аудитория «Кинопоиска», к примеру, разместила его на четвертом месте в топ-250 лучших сериалов, а на международном портале АМДБ его рейтинг достиг 7,6 баллов из 10. О популярности сериала говорит факт, что песня группы «Айгел Паяла», звучащая в критические моменты действия, возглавила хит-парад «Яндекс.Музыки» и мировой рейтинг «Шазам». Действия сериала разворачиваются в Казани за несколько лет до развала СССР и рассказывают о 14-летнем подростке, который вступает в местную криминальную банду. Нищета, последствия афганской войны, лишь общий фон безысходности, в который пребывают персонажи. Главные роли исполнили Иван Янковский, Анна Пересильд, Рузин Минникаев и Сергей Бурунов. Ну и, конечно, хайп года. Анонс GTA 6. Спустя десятилетия слухов, утечек и сливов, «Рокстар» наконец-то официально анонсировала новую часть своей сатирической криминальной франшизы. Сначала взлетел первый твит 1 декабря с картинкой-анонсом трейлера, 198 миллионов просмотров, став самым популярным постом про видеоигры в X-Twitter за всю историю. Первый трейлер 5 декабря собрал 148 миллионов просмотров, За несколько дней, обогнав GTA 5, та собрала 105 миллионов просмотров за 10 лет. Релиз GTA 6 в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series, версия для ПК пока не анонсирована, должен стать самым прибыльным событием в истории аудио-визуальных развлечений. Предыдущая пятая часть вышла в 2013, с тех пор ее выручка составила 8 миллиардов долларов. С этой цифрой не могут потягаться ни Аватар, ни Мстители Финал. В заключении, друзья, хочется еще раз напомнить о том, что даже в самые трудные времена мы можем находить поводы для радости и оптимизма. Давайте использовать эти позитивные итоги года как лучший источник вдохновения для новых достижений и свершений в следующем году. Давайте верить в лучшее и стремиться к тому, чтобы позитивных событий в нашей жизни становилось все больше и больше. Ведь только так мы сможем преодолеть все трудности и достичь новых высот. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok